Несколько в стороне стоит от такого магистрального потока каббалы, такой мистик каббалистический, как Абулафия. Авраам Абулафия, живший в 13 веке, он основоположник такой экстатической каббалы или профетической каббалы. Жил он в Испании, Барселоне и с некоторых пор имел видения, в которых Господь велел ему осуществить миссию по отношению ко всем европейским евреям. Он даже совершил какое-то путешествие в Рим с тем, чтобы встретиться с самим Папой Римским и попытаться примирить евреев с католиками на каких-то теологических основаниях, но его и туда не допустили. Он отличается от остальных каббалистов своим глубоким мистическим погружением, меньшей акцентированности на зашифрованные какие-то буквы, слова, что было достаточно популярно в другой каббале, в обычной. На него большое влияние оказала система плотина, неоплатонизм. Написала много таких вот трудов, в частности, наука о комбинировании букв, представляющая собой своего рода практику погружения человека в созерцание божественного великолепия. Абулафи исходит из понятия печати души. Это отправная точка его рассуждений. Большинство людей, обычных людей, отделены от потока божественной жизни. Как бы некая преграда стоит между душой и богом, и тем самым на душе находятся печати, не запечатывают человека в рамках его, так сказать, ограниченного существования. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что люди существуют, в общем, безбедно в своей вот этой житейской жизни, не слишком углубляясь, так сказать, в сложные для них проблемы. То есть это позволяет им нормально существовать, в общем-то. С другой стороны, это мешает им глубоко познавать бытие, вот истинное бытие Бога. Если же эти покровы сразу сорвать, вдруг, внезапно, то божественная жизнь может просто уничтожить человека. Он просто не вынесет этого напора. И в этом смысле это является благом человеческой ограниченности. В этом смысле только. И, соответственно, требуется определенное искусство для того, чтобы постепенно расширять эти пределы человека с тем, чтобы он уже мог в полной мере в себя впустить божественную жизнь, в высшее божество. И для этого и существует наука комбинирования букв. Абулафиек говорит, что тот, кто полон самим собой, не оставляет места для Бога. Соответственно, человек должен в каком-то смысле опустошиться с тем, чтобы божество туда вступило. Практика в целом, если говорить о самых общих чертах, состоит в следующем. Человек начинает произносить буквы еврейского алфавита. Именно каббалисты впервые придали такое большое значение, сакральное значение чисто буквенным символам, в отличие от других народностей. Каждый из букв — это не просто какой-то крючок, какой-то значок. Бук — это выражение некой энергии, связанной с тем или иным аспектом божества. Начинает, он просто произносит буквы как будто спонтанно, стихийно. Хотя, конечно, существует определенная подготовка, учитель тут полезен, но необязательно. И в процессе, значит, вот такого спонтанного произнесения букв начинается, потом он входит в определенное состояние сознания, в каком-то смысле отличающимся от обычного банального такого сознания. Затем начинает эти буквы писать, так же автоматически писать то, что получится. И после... этот второй этап, да, сначала он просто произносит, потом пишет. А третий — это созерцание. Созерцает то, что написал. Созерцает форму этих букв, созерцает смысл, который скрывается за ними. И переходит вот к чистой медитации на божество. Это божество не имеет антропоморфного облика, это просто какая-то вот высшая бездна божественная. И чем дальше он углубляется, тем он все больше и больше утрачивает, забывает себя, тем он больше погружается в божественный мир. И на каком-то этапе наступает прорыв. Вот эта плотина, которая стоит на человеческой душе, она прорывается. Божество туда, значит, начинает заполнять это пространство души. И чем дальше человек развивается, тем больше заполняется божественность. Там существует несколько ступеней, семь ступеней выделяют по булафию, до тех пор, пока печати не будут сорваны вообще. Необычность, наверное, состоит еще в том, этой практике и вообще системы булафии, что он использует методы йоги, не будучи знакомым по всей видимости с индийской йогой. Там уделяют определенное внимание практике дыхания, позам соответствующим, когда это дыхание может лучше всего функционировать. Немалое значение имеет наставник, причем наставник, который является в неком видении. У самого булафии был такой мистический наставник, которым являлся в трансе. Это ангел Метатрон, он его так называл, собственно, так его интерпретировал, как Метатроны. И вот такое значение наставника здесь, в этой системе, тоже роднит с чисто индийскими представлениями об обожественном. По-разному это как пойдет. Они могут быть и вот такими земными, но могут явиться и в видении. Какой-то мальчик может представить, допустим, или молодой человек, или убеленный старец, или женщина, это смотря как у кого, в зависимости от индивидуальных особенностей. Главное то, что это существо, оно должно показать человеку соответствующий путь и повести человека за собой. В процессе этого мистического восхождения могут развязываться сверхъестественные силы, и Булафия призывает к контролю за этим миром. С тем, чтобы это не было слишком... Не затмевало бы человеку сознание, не сходил с уже выбранной им дороги. Правда, эта система не получила сколько-нибудь заметного продолжения, в отличие от Кабал и Сефирот, о которых я говорил в прошлый раз, и системы Ицхака Лурия. Его ученики не смогли удержаться вот в этой возвышенной мистической системе и соскользнули к стремлению к погоне за магическими силами. Поэтому его система впоследствии выродилась из-за этого. Неплохие книги по Кабале вообще написал, в том числе по системе Булафии, писал Гершон Шалем. Вот уже вышло несколько изданий его книги «Основные течения еврейской мистики». Гершон Шалем. Это ведущий, специалист по Кабале. Есть несколько работ на русском языке. Вышла книга «Основные течения еврейской мистики». Уже несколько изданий этой книги вышло. В Иерусалиме, но на русском языке. Так что я очень для знакомства рекомендую именно это произведение. Хотя существует очень много сейчас текстов, точнее монографий по Кабале, но, как правило, это либо адепты делают не очень хорошо, либо это в стиле Нью-Эйджа. Так как-то легковато это представлено, популярно. Скажем, Михаил Лайтман такой вот есть автор. Или попился книги, тоже распространенные на этот счет. Но я бы их рекомендовать не стал. Мы до этого времени говорили, в принципе, о каких-то системах каббалистических, о представлениях, об идеях. В меньшей степени затрагивали практические моменты. Между тем, Каббала очень развитая система практик. О некоторых отдельно я упомяну. В частности, вот есть три характерных таких каббалистических метода, которые издревле были известны, еще до того, как Каббала сложилась в развитую систему. В частности, это Нотариком или аббревиатура. Нотариком берется слово какое-нибудь из книги «Бытия» чаще всего. И это слово, допустим, состоящее из пяти букв, превращается во фразу, состоящую из пяти слов. То есть, каждая буква становится отдельным словом при этой системе. Больше всего спекуляции на первом слове в начале. Берашит. Ну, вот, соответственно, это берашит или берешит. Это зависит, как это произносится по-разному. Брешит бывает. То вот, получается, та или иная фраза, какое-то словосочетание, которое можно толковать и так, и этак. Например, вот есть одна такая версия, что Берешит раскладывается на фразу «Вначале Господь увидел, что Израиль примет закон». То есть, вот, на самом деле, вот эта, как закамуфлированная длинная фраза, она вот находится в одном единственном слове. Так можно практически все слова Ветхого Завета рассматривать и вскрывать какой-то тайный смысл. Простор для спекуляций здесь открывается необычайно. Другой способ — это Тимура, анаграмму. Да, второй. Тимура. Анаграмма. Буквы и слова меняются местами. То есть, вот, вместо Берешит, там, например, прочитать «Шиберет», как-нибудь, так вот, и получается, опять же, другие слова с совершенно другим значением. Тоже открывается простор для разных толкований. Такие методы, они, вот, например, да, вот именно Тимуру они использовали, когда, в частности, когда вот Гитлер напал на Россию, развязал Вторую мировую войну, то был определенный, какой-то определенный период опасности, что Германия нападет на Ближний Восток, там, на Палестину. Вот, и израильтяне обратились к каббалистам, чтобы те, значит, по своим методам вычислили, куда будет нанесен следующий удар. То есть, рисковала Сирия сильно в тот момент, почему-то. Решили, что на Сирию. И вот они взяли это слово «Сирия», как-то над ним колдовали, колдовали, и потом выглядели, что на самом деле имеется в виду не Сирия, а Россия. Потому что там числовое соответствие примерно то же самое, но вот если поменять местами, получается Россия. Значит, и так оно, в общем-то, и оказалось. Каббалисты, да. Но самый известный третий метод — это гематрия. Наверное, он даже не строго каббалистический, он скорее общий ближневосточный, потому что он находит очень широкое соответствие в Новом Завете, например. Это, естественно, в Ветхом Завете. Главная здесь основа — это то, что каждая буква имеет свое числовое какое-то соответствие. Ну, если переводить на наш лад, это буква там 1, В2, В3 и так далее. Ну, а там 22 буквы — это не значит, что там 22 первых числа. Там как-то идет на десятки, потом на сотни. Соответственно, получается, при сложении этих букв определенное число, слово имеет определенный числовой эквивалент. Допустим, слово имеет эквивалент 705. Это значит, что можно подобрать какое-нибудь другое слово, которое имеет такой же эквивалент 705, изменить его, это слово. И получается точь-в-точь. Вот, тогда бывают интересные совпадения. Например, когда Авраам был в долине Маври, то там написано в Библии, что к нему пришли три мужа. Помните этот эпизод? Не называется, что за три мужа, просто упоминание такое. Числовое соответствие фразы. Значит, три мужа — это 701. Любопытно, что числовое соотнесение имен Михаил, Гавриил и Рафаил тоже составляет 701. Вот, поэтому каббалисты сделали вывод, что это, собственно, вот эти три ангела и были. Они к нему приходили тогда. Да, или вот, например, почему слово Адам, которое встречается, естественно, очень часто, означает слово Бог. А вот почему слово Адам на иврите в числовое соответствие — это 45. Ну что дальше не говорит это число? Что значит 45? Почему это число считается очень интересным таким? В чем? Такая из разряда занимательной математики. Здесь такая цепочка логическая. 45 — это просто сумма чисел от 1 до 9. От 1 до 9. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Так это будет 45. Ну, здесь 0 как бы не считается, потому что это не то. То есть, собственно, весь числовой ряд здесь собран в этом числе. Это значит, что это все. 45 — это все. А все — это Бог. Вот так. От Адама до Бога. Через 45. Бывают и любопытные такие совпадения. Например, почему беременность длится 9 месяцев? Потому что слово хироен в совокупности — это 271. Составляет. То есть они вот так вот еще объясняют. Почему там 13 — это любовь к единству? Ну, потому что к любовь к единству в совокупности — это тоже 13. Методы использовали и христиане. Вот уже сказали о числе 666. Хотя где-то есть версия 616. Кстати говоря. Есть, да? Да, это наиболее вероятное объяснение — это нейрон. То есть под него подгоняли эту цифру. Тем более предполагалось, что нейрон, который к тому времени был уже мертв, он должен вернуться. Он считал, что на самом деле не умер, он просто исчез и должен появиться, как предшественник антихриста. Это число, который введет. Да, да, да. Это число не исчезло и продолжало функционировать. Значит, да, и в каждую эпоху отыскивался какой-нибудь кандидат на это число. Петр Первый был, Сталин был. Даже английский парламент. Палата общая, значит. По мнению одного хитрого английского историка. Так это и вычислялось, и вычисляется по сей день. Наверное, вот вплоть до конца света и будут искать предшественник антихриста. Таким вот образом. Вот. Значит, эти методы достаточно своиобычные, как вы видите. Они иногда приводят довольно неожиданным выводом, но с другой стороны они открывают ее довольно большой простор для таких предвзятых умозаключений. Хотя, конечно, если этот человек входит в традицию, уже достаточно хорошо включен в эту среду, имеет наставников, они не дадут ему так просто произвольно любое слово под любое подводить. Там, наверное, все-таки существует какая-то закономерность, которая уже передается эзотерическим путем, индивидуальным. Вот. Ну, эти методы, они еще более-менее, так сказать, приемлемые. Они не носят вот такой магической окраски. Это лингвистические, можно сказать, игры. Но каббала, именно с каббалой связана также и магия, которая пышным цветом расцвела в эпоху Средневековья. Магия как с белым, так и с черным привкусом. И здесь, прежде всего, стоит отметить понятие имен власти, имена власти. Имена власти — это имена Бога преимущественно. Или же это какие-то фразы, наделяющиеся сакральным значением. Допустим, фраза взята откуда-нибудь из книги «Исход», из 22 слов. 22 слова — это, опять же, сакральное число, 22. Значит, если повторять в определенном регистре, то можно что-то из этого извлечь. Например, вызвать какого-нибудь ангела или демона, что-нибудь ему приказать, и тот будет выполнять для хозяев. самое главное имя власти — это тетраграмматон. Иотхе-валхе, что обычно у нас переводится как «яхве». Ну, библеисты обычно стараются не говорить так «яхве», потому что, на самом деле, точно неизвестно, как произносится тетраграмматон. Это было сакральным еще много очень веков назад, еще две тысячи лет тому назад. Только первосвященник знал, как это слово произносить, и произносил он очень редко, только когда вступал в святая святых на службе. А так на богослужении это не звучало, это слово. И так получилось, что утратилась традиция, и со временем евреи перестали знать, как правильно произносится тетраграмматон. Появились, опять же, всевозможные спекуляции на тему правильного произнесения этого слова, и стало считаться, что тот, кто открыл ключ к этому произнесению, тот обладает большой могущественной властью, способен диктовать свои условия миру. В средние века это стало еще более заметным, и тетраграмматон используется активно в различных магических ритуалах, совершенно подчас колдовской направленности, не имеющей никакого отношения к божественной сфере. То есть, просто превратили имя Бога в какое-то средство для достижения посеусторонних целей. Точно так же, помимо тетраграмматона, используются другие имена Господа, которые там упоминаются в Ветхом Завете, Саваоф, Шадай, Элея, Элохим и прочее. Каждая из этих сил, каждый из этих имен считается каким-то определенным божественным аспектом. То есть, это не просто одно из имен Бога, это как бы какая-то функция некого единого божества с точки зрения каббалистов. Часто фигурирует список из десяти имен Бога, потому что их очень удобно сопоставлять с десяти числами, сефирами. Соответственно, это десять каких-то отдельных атрибутов Бога, как милостивых, так и карающих. И они также широко используются при заклинании ангелов, при вызове демонов и прочее. С демонами ситуация сложная в каббале, не то чтобы каббала, естественно, себя не позиционирует как демоническую дисциплину, она не поклоняется демонам, но она использует, привлекает демонов для достижения каких-то там целей. Демоны все-таки существа могущественные, они могут что-то где-то разрушить или наоборот создать по приказу каббалиста. Поэтому в определенном смысле они оказываются полезны. Вызывают, он что-то делает, после чего его отваживают, чтобы он больше не появлялся. Имена власти использовались при создании есть такая каббалистическая легенда о создании фантастического глиняного человека Галема. В Праге ходили в средние века легенды об этом существе, который создан из глины и которым руководил известный каббалистический наставник раб Белев. Он создал себе этого человека на службу, просто чтобы тот помогал ему по хозяйству и с помощью определенных каббалистических заклятий удерживал его в таком зомбированном виде. Когда он был нужен, он ему это заклятие вставлял, и тот начинал шевелиться, делать, ходить, бродить. Однажды это существо разбушевалось, когда рабби не было дома, он забыл это заклятие вытащить. Он представлял с собой какую-то бумажку, эту бумажку он куда-то ему там запихивал, то ли в рот, то ли еще. Вот забыл вытащить эту бумагу и существо вышло за порог дома и отправилось по Праге гулять. Поскольку было очень большим, то стало задевать прохожих, которые в страхе неслись от него прочь. В общем, все сметал на своем пути, и только с большим трудом его удалось врезомить, о тому же Рабелеву. Это такая легенда на показательном в плане восприятия образа каббалистов, которые существовали в средние века. Их в средние века и в новое время. Их считали такими чернокнижниками, ведунами, колдунами, которые могут наслать какую-нибудь болезнь, которые могут проклясть, так сказать. И от них старались держаться подальше. А когда наступали благоприятные времена, их старались куда-то там неблагоприятные времена, извините, их старались куда-то выпроводить из города, выгнать и так далее. То есть каббала этим своим аспектом оказалась тесно связана с церемониальной магией, черной магией средних веков. И с тех пор образ ее раздвоится. Она есть возвышенная мистическая дисциплина, которая пытается трактовать Библию, искать какой-то тайный смысл, а с другой это магия, вызвание ангелов, попытка овладеть мирозданием, по большому счету. Меж тем, в эпоху гуманизма, эпоху Венессанса, итальянские гуманисты интересовались каббалой, и было несколько людей, которые овладели евритом, читали в оригинале Библию с целью использовать каббалистические методы для лучшего понимания, как они полагались священного писания. Эта ситуация уже связана с новой волной эзотерризма, которая наступает в этот период. Я напомню, что на первой лекции я дал такую краткую общую периодизацию развития эзотерризма в виде трех ступеней, одна из которых эпоха эллинизма, вторая эпоха возрождения, а третья это конец XIX века и продолжается по сей день. Поэтому сейчас мы как раз будем говорить условно, тема называется магия в эпоху возрождения и новое время. Понятие магии в ходе исторического развития человечества оно менялось безусловно и в каждом регионе под этим словом понималось что-то разное. Ну, в общем, можно так в целом сказать, что есть обычная такая простая магия древних таких корней, которая связана с либо симпатическим, либо с контагиозным предпочтением, то есть есть магия по сходству, есть магия по смежности, когда мы совершаем какие-то операции в зависимости от того, является ли этот объект похожим на инструмент, либо просто он рядом как-то находится. Это простая магия, она имела определенный эффект в некоторых регионах, и в общем ее эффективность засвидетельствована во многочисленных источниках, хотя к этому, конечно, добавляется еще и вера во всесилие магических средств. Магия такого типа, она являлась предшественницей эзотеризма, один из источников эзотеризма как такового, но уже в развитом эзотеризме магия приобретает иные очертания, в частности в эпоху возрождения, что с ней произошло. Есть и магия двух типов часто выделяют, магия по сходству и магия по смежности. Магия это всегда воздействие на какой-то объект, если по сходству, значит, берется, допустим, маг хочет повредить какому-то человеку, он делает какое-то из-за человечка из чего-то похожего, считают, что это олицетворяет этот объект и начинает какие-то зловредные ритуалы, иголками его протыкая, предполагается, что и объект тоже должен погибать из-за этого. Это по сходству, да. Смежность, симпатическая, да, это вот есть симпатическая магия, да, контагиозная, да, то есть по смежности берется какой-то предмет от этой жертвы, допустим, волосы, и уже с этими волосами там проводится какая-то операция, то есть их заговаривают как-то, с ними тоже их жгут и прочее, ну и в этот момент жертва тоже начинает мучиться, там, что-то с ней происходит нехорошее. Ну, на самом деле этих методов переходных типов довольно много, но это наиболее общие, простые. Вот, так вот такого рода магия, она не слишком интересует рафинированных эзотериков, теоретиков нового времени, в то время как очевидно, что христианство негативно относится к магии, как попытки насильственного такого владения свободой человека или там власти над миром, существует магия как познавательная техника, способ человека открытия своего каких-то резервуара своих способностей, ну, и так далее. Еще, ну, как бы, почва для этого была подготовлена на самом деле еще в эпоху эллинизма, когда плотин и шедшие за ним неоплатоники, увлекавшиеся магией, разделяли магию на две части, то есть, была теургия, как богоделание, помните этот термин называл, или попытка обращения к богам с целью самосовершенствования, это считалось таким возвышенным деянием, достойным философа, а есть магия, гоэтия, колдовство, гоэтия, ну, всевозможные там, пассы колдовские, с помощью которых маг негативно воздействует на свою жертву. Гаэтия, безусловно, считалась демоническим чем-то, и она отбрасывалась. Вот в эпоху Возрождения эта двоица была воспроизведена, но иначе немножко. Тот человек, который открыл магии дорогу в Европу, в христианскую Европу, был Марсилио Фичино, известный филолог, один из выдающихся гуманистов своего времени, живший в 15 веке. Как вам, наверное, известно, Фичино был основателем Платоновской академии во Флоренции, той самой академии, которая, просуществовав много столетий, была закрыта христианскими императорами. Он ее возобновил из своей любви к Платону. Однако, да, и пытался вот, значит, снова эту греческую премудрость и герметическую мудрость снова, значит, развивать в Европе. Именно он переводил герметический корпус, который к тому времени попал ему в руки. Фичино обеляет магию, говоря, что это ни в коей мере не сатанинское предприятие, это именно способ познания. Магия то, что позволяет человеку духовно совершенствоваться, духовно развиваться, познавать себя и мир, и Бога. И поэтому он называет такую магию естественной магией или благочестивой магией. в данном случае это не столько развлечение белой и черной магии, это именно скорее выражение, попытка выразить чистоту, возвышенность души, которая стремится к Богу. Правда, используют понятие магии. Нельзя сказать, что такое понимание магии было совершенно отлично от каких-то инструментальных действий. То есть маг, фичиновский маг, он все равно что-то делает. Он, например, учитывает влияние разных небесных сил, небесных планет и притягивает к себе допустим благотворное влияние Юпитера с одной из самых благоприятных планет игрой на музыкальных инструментах. Вот выбрав день, который посвящен Юпитеру, какой кстати день Юпитеру посвящен, четверг, да, каждому каждому богу, ну, да, все правильно, каждому богу посвящен какой-то день недели. В общем-то, и выбрать в четверг час, который посвящен Юпитеру, он берет какую-то арфу, начинает наигрывать арфические мотивы, что благотворно сказывается на уловлении этих симпатий. То есть по мнению Фичина в космосе циркулирует большое количество разнонаправленных излучений от этих планет, и они могут просто рассеиваться в пространстве, многие из них, не достигая адресат. Вот можно их поймать с помощью такого фильтра, с помощью такого магнита, и притянуть к носителю этого знания, чем сам Фичино занимался. Но это скорее была такая своеобразная интеллектуальная рафинированная игра, нежели в полной мере магическая операция. Еще дальше пошел после Фичино его племянник Пико Делла Мирандула, еще один известный гуманист итальянский Пико Делла Мирандула, то есть Пико из Мирандулы. Он тоже жил в 15 веке, жил очень недолго, но успел все-таки продвинуть магию на новый этап. То есть он вводит новый вид магии, каббалистическую магию. То есть у Фичино была естественная магия, а у Пико уже каббалистическая. Он не отрицает естественную магию, но полагает, что с ее помощью можно разве что иметь представление об универсуме окружающем нас, о земной так сказать природе, но о сути вещей, об основах мира, о Боге мы с помощью этой магии очень мало что можем сказать. Поэтому каббалистическая магия или такие методы, которые используют имена власти, заклинания ангелов, она более действенна, по его мнению. Мы постигаем мир, который выходит за пределы небесного мира. Постигаем божественный мир, постигаем ангелов, ну и постигаем лучше самих себя. То есть причем это не просто такое теоретическое постижение, это практический метод, который позволяет каббалисту в каком-то трансе путешествовать по тем мирам от одного ангела к другому вплоть до самого высокого, до ангела Михаила, откуда же открывается прямая дорога до Господа Бога. Он известен своим произведением 913 тезисов, Пико написал в сжатой форме свою философию изложил в виде тезисов и рискнул показать эти тезисы римскому папе и кардиналам. Там зря он это сделал, потому что там было очень много еретических положений с точки зрения католической церкви, в том числе такая совершенно безумная для них идея, что с помощью каббалистической магии можно постичь Иисуса Христа и что можно использовать каббалу прямо на богослужениях. В церкви можно использовать. Все это мне очень понравилось католикам, и они 13 тезисов из 913 сочли совершенно юридическими неприемлемыми. Когда Пико попытался возразить на это, тогда все остальные тезисы были объявлены еретическими. Ему пришлось спасаться бегством, там были некоторые приключения его, за пределы страны бежал, потом вернулся опять. В общем, вплоть до конца дней своих он при той власти, которая была в церкви, он не мог найти себе достойного пристанища. Разве что в последние годы, когда пламенный Савонарола действовал в Италии, и Пико примкнул к его последователям, сам стал таковым же ревностным христианином, вот он уже отошел от этого своего каббализма, а вначале он очень активно этим увлекался, и, по-видиму, даже практиковал все-таки эти заклинания ангелов. Все-таки недаром он выучил иврит, он читал Библию в оригинале, у него были неплохие учителя еврея, и его такая вот страстная проповедь каббалистической магии, она оказалась весьма востребованной в гуманистических кругах, за ним пошли некоторые гуманисты. Вот, тот опыт, который приобрели гуманисты, точнее, опыт, который испытали каббалисты в течение эпохи Возрождения, был обобщен в труде «Оккультная философия» Корнелия Агриппе. То есть, вначале я рассказал Афичину с его естественной магией, потом Пико Деламирандо «Каббалистическая магия», теперь «Оккультная философия» Корнелия Агриппе. Корнелия Агриппе немецкий гуманист, живший в 15-16 веках, в молодые годы написал книгу «Де оккульта философия» или «О сокровенной философии». Вот как считается именно этот человек придал оккультизму и вот такой терминологический смысл. Оккультная философия, имеют в виду именно сокровенная, тайная, возвышенная философия. Этот труд был внесен в индекс запрещенных книг Ватиканом и стал классиком, классикой вообще европейской эзотерики. Первая часть его из трех была потом в интернете опубликована, переведена и опубликована. Он синтезирует те сведения, которые он уже знал и воспринимает магию как настоящую философию, очень многогранную, очень важную, которая охватывает в своих разделах практически все сведения об универсуме. Вот. Эта философская наука состоит из трех разделов основополагающих по мнению Агриппа. Это физика, математика и теология. Физика, математика и теология. Физика имеет отношение к земной стороне, то есть различные естественные процессы исследуют. Это не та физика, которая нам известна. Это скорее все то, что касается нашего мира. Биология сюда же входит, так сказать, и химия. Все это называется физикой. Математика изучает небесный мир, небесный мир, небесные тела, небесные Поэтому она здесь схожа с астрологией, с нумерологией. конечно, опять же, не та математика, к которой мы привыкли, сакральная математика, по его мнению. А третий раздел теология, наиболее, по его мнению, возвышенный главный раздел магии, он имеет отношение к божественному миру, изучает духовный свет, который выходит за пределы небесного. То есть, как видите, здесь уже маги эпохи возрождения используют трехчастную схему, которую впоследствии они постоянно воспроизводят. Есть мир физический, есть мир небесный, есть мир духовный. Они друг над другом надстраиваются, между ними есть сложные взаимосвязи, сложные симпатии, эпатии. И для каждого мира существует свой набор познавательных средств. Чем выше, тем человек лучше понимает мир, лучше понимает себя и становится чище. Вот примерно так.